SCP-1340.ru русского филиала. Полуночный эфир. Объект номер SCP-1340.ru. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. На данный момент не удалось разработать методы захвата и удержания аномалии. Исследования продолжаются. Розыск наблюдателей аномалий ведется согласно штатным поисковым протоколам фонда. В случае успешного захвата данных лиц следует установить все обстоятельства контакта. При соблюдении условия быстрого разрыва первого контакта с SCP-1340 предписывается провести тестовую проверку повторного возникновения SCP-1340. В случае отрицательного результата следует обработать свидетеля амнезиаком класса B и отпустить с недельным надзором. Все остальные субъекты наблюдателей проходят комплексные лечебные процедуры, включающие в себя шоковую терапию, психотропные препараты и курс просмотров нейропрограммирующих материалов, и обрабатываются амнезиаками класса D. В случае неудачи данным лицам по протоколу «Вторая жизнь» прививаются ложные воспоминания о собственной личности и антипатия к телевизионному устройствам. Субъекты вывозятся в подшефные фонды «Уединенные общины». Ограничений по подселению к жертвам других аномалий нет. Требуется разрешение руководителя общины. Без телевизионных технологий, где, занимаясь повседневными делами, могут быть задействованы в безопасных негласных исследованиях. Описание. SCP-1340 представляет собой явление, заключающееся в спонтанном появлении на экране телевизора изображения человеческого глаза, занимающего большую часть видимой поверхности кинескопа. Несмотря на отсутствие видимой логики возникновения объекта, на том или ином устройстве выявлен ряд присущих аномалий закономерностей. SCP-1340 возникает исключительно на устройствах, использующих электронные лучевые трубки в различных вариациях технологии и подключенных к аналоговой телевизионной антенне. Время активности объекта – с 23.00 до 2.00 ночи по местному времени. Все зарегистрированные случаи появление SCP-1340 приходится на северное полушарие, между 45 и 75 широтой. Каждое отдельное наблюдение аномалий производилось единственным свидетелем, далее наблюдатель. Возможность одновременного наблюдения аномалий в разных местах подтверждена экспериментально, в связи с чем сдерживание объекта посредством изоляции одного из наблюдателей невозможно. Обобщающий анализ показаний лиц, столкнувшихся с аномалией, а также лабораторное воспроизведение контактов позволил установить механизм активности SCP-1340. При первом контакте с аномалией изображения возникают на включенных телевизионных устройствах, продолжительное время передающих помехи в виде снега. При повторных контактах аномалия способна перебить, вытеснить с собой телевизионный сигнал слабого качества. Факт наличия отсутствия звука на вероятность возникновения аномалии не влияет. При активации аномалии на устройстве появляется изображение человеческого глаза, занимающего большую часть экрана. Глаз имеет голубой цвет и принадлежит мужчине. Картинка искажается незатрудняющими восприятия помехами. Анализ сетчатки глаза подтвердил, что во всех случаях транслируется изображение одного и того же человека. Глаз всегда широко раскрыт, присутствует редкое замедленное моргание. Зрачок расширен и зачастую реагирует замедленно на движение наблюдателя, сопровождая его взглядом. В случае, если на момент возникновения SCP-1340 на устройстве был включен звук, громкость потока снижается до 20 дБ и будет содержать помимо слабого белого шума обрывки фонем и слов, подверженных некоторым искажениям и произносимых с явными трудностями для говорящего. В случае, если наблюдатель в ходе первого акта активности SCP-1340 выключит устройство или повредит его, достаточно разбить кинескоп. Объект больше не будет появляться перед данным лицом. В противном случае, аномалия будет возникать на устройство при каждом выполнении вышеуказанных условий, даже в отсутствии наблюдателя. При продолжительном наблюдении аномалий SCP-1340 расширяет ареал своего возникновения, появляясь не только в месте первого контакта, но и в других местах нахождения наблюдателя. Отмечено, что при повторных контактах в 65% зарегистрированных случаев аномалия материализует, исключительно в помещении первого контакта, неограниченное число электронно-лучевых телевизионных устройств самых различных моделей и видов, работающих без видимых источников питания. Телевизоры располагаются на полу на предметах мебели друг на друге, разняясь в размерах от совсем небольших до громоздких. На всех устройствах в часы активности аномалии будет синхронно транслироваться одно и то же изображение SCP-1340. Причем глаз более не сможет сопровождать наблюдателя, а просто хаотично смотрит по сторонам. А общий уровень шума в помещении, несмотря на огромное количество динамиков, увеличивается максимум на 10 дБ. В неактивное время объекта материализованные телевизоры находятся в выключенном состоянии. Субъекты, наблюдавшие объект, редко обращаются к посторонним, считая себя психически больными. В редких случаях после прохождения длительного медицинского лечения субъектам действительно удавалось избавиться от преследований SCP-1340. Кроме того, у наблюдателей развивается фобия просмотра телевизора, по причине которой дальнейшие контакты становятся невозможными. В связи с вышеизложенным фонду неизвестна периодичность возникновения аномалии, как и общее количество таких случаев. Комитет по этике засекретил все эксперименты с объектом SCP-1340. Аппаратными средствами фонда удалось отыскать в собственных архивах некоторые оцифрованные документы СО, раскрывающие причину возникновения аномалии. Приложения доступны только сотрудникам четвертого уровня допуска. Приложение к досье объекта 1340. Предсмертная записка 11.01.1969. Мое имя? Я бухгалтер. И это мое предсмертное письмо. У меня нет родных и близких, потому я пишу для вас, сотрудники прокуратуры и милиции. Меня преследуют галлюцинации, связанные с телевизором. Наверное, это все из-за моей травмы, после которой я провел несколько месяцев в коме. Когда это случилось в первый раз, я задремал после окончания телепрограммы. Я проснулся от крика моего кота и увидел на экране чудовищных размеров глаз, смотрящий прямо на меня. С просонья я не сразу осознал происходящее. Но потом до меня дошло, что телетрансляция уже кончилась, на часах было около часа ночи. Глаз смотрел прямо на меня, а потом моргнул. Я закричал и кинул в него чем-то и убежал в ванную. Отдышавшись и собравшись с духом, я выглянул. Глаз был на месте и медленно повернул на меня свой огромный зрачок. Я не нашел в себе сил выключить телевизор и так и просидел до раннего рассвета в ванной комнате, лишь под утро выключив его, когда на экране мельтешили одни помехи. Потом я видел этот глаз неоднократный. Я перестал панически бояться и уже мог выдерживать его взгляд. В какой-то момент мне показалось, что этот глаз мой. Он выглядел страшным, но он не хотел напугать. Я смог подойти ближе и попытался расслышать, что он мне говорит. Было очень тихо, даже при полной громкости. Я подумал купить еще один телевизор, потом еще один. Я хотел услышать, что он мне говорит. Я хотел ему помочь. Я начал приворовываться, в чем чистосердечно каюсь. На полученные деньги я ездил по городам Союза и скупал все телевизоры. В итоге я собрал примерно 18 штук. Разных, больших и маленьких. Быть может это была гиперкомпенсация страха и попытки докопаться до истины были ни при чем, не знаю. Странно, но остальные телевизоры даже не пришлось подключать к сети или антенне. Они работали сами. Каждую ночь я задергивал шторы, чтобы любопытные соседи не могли увидеть тот яркий синий свет и вслушивался. Сильно громче не стало, но я научился разбирать некоторые слова. Я понял не очень много, но те обрывки, которые я все-таки смог разобрать, окончательно добили меня. Я ненормальный. Я записал все факты своих хищений на обратной стороне и прошу покрыть их за счет продажи моего москвича. Телевизора я разобью, иначе никак. Свой мозг завещаю представителям науки, дабы они могли придумать способ помочь таким, как я. В моей смерти прошу никого не винить. 11.01.1969. Директору НИИ «Прогресс» академику Ковалеву ГВ, начальнику бюро номер 4 «Разум и сознание» академика Кривопалова АЭС. Служебная записка. В рамках текущей деятельности бюро номер 4 довожу до вашего сведения предложение об использовании разработок проекта «Разум-64» для исследований при передачи отдельных мыслеформ и в последующем потоков импульсов основных отделов головного мозга с включением в массив информационного кода, адаптирующего технологию к телевизионным методам воспроизведения информации. Как вам известно, проект «Разум-64» существенно продвинулся вперед, с использованием «Удалено». На текущий момент мы в состоянии записывать и передавать непрерывным потокам нейроимпульсы, однако НИИ все еще не располагает накопителем данных, способным вместить в себя такой массив информации. Единственным известным нам информационным хранилищем, достаточным для цели сохранения разума человека, является эфир. Существуют другие сложности. Наши возможности по передаче существенно опережают возможности записи. Скорость протекающих в головном мозге человека процессов слишком высока, гораздо быстрее скорости записи импульсов, в связи с чем мы не можем полноценно записать и передать конечную форму разума человека, не нарушив связи и тем самым не подвергнув распаду его сознания и память. К сожалению, данное отставание не позволяет нам провести эксперимент с копированием личности здорового человека. Однако сотрудниками бюро был найден альтернативный вариант. Было выдвинуто предложение об участии в эксперименте лица, находящегося в коме. Я взял на себя ответственность и нашел подходящую кандидатуру. В городской больнице номер под наблюдением врачей находится пациент, пребывающий в состоянии кома после несчастного случая. Мы просим вас согласовать секретный эксперимент по отправке личности данного человека в эфир посредством новейшей антенны нашего бюро с последующим приемом сигнала на Чукотской станции. Весь процесс займет около двух часов. Для максимального замедления активности головного мозга предполагается применять химические препараты разработки бюро номер. Мы не сможем прекратить мозговые процессы полностью, но возможные повреждения структуры сознания нами оцениваются как минимальные. Теперь о практической стороне данного исследования. Мы ожидаем, что в ходе эксперимента сотрудники Чукотского радиоузла смогут принять информацию о гражданине в формате близком к телевизионному. На данный момент мы можем лишь предполагать, как это будет выглядеть и будет ли нести такая передача значения для будущих исследований. В целом я вижу будущее данной технологии в возможности передавать диктора или ведущего в каждый отдельный дом на каждый отдельный приемник. Зрители смогут получать доступ к компетентным в различных вопросах собеседникам, что позволит более адресно доносить полезную информацию до получателя. Только представьте, вы включаете телевизор и ведущий атлетической передачи не просто показывает упражнения и ведет счет, но и указывает вам на ваши ошибки, дает профессиональные советы, познавательные программы для детей и взрослых, новостные выпуски и спортивные программы, клубы путешествий, историческая документалистика и прочее выйдет на совершенно новый уровень, открыв путь к двустороннему контакту. Отдельно хочу пресечь возможные опасения по поводу гуманности данного эксперимента. Производимая операция не принесет никаких физических последствий или даже чувства дискомфорта для испытуемого. Факт вмешательства останется в тайне. Также хочу заметить, что информационный макет человека, фантом или слепок разума, не является человеком в привычном смысле этого слова. Сущность лишь в форме идеи, потока информации, что более приближает его по своей сущности к бездушной ЭВМ. Начальник бюро номер 4 разума сознания, академик Кривопалов АЭС. Представленная стенограмма выполнена аппаратными средствами фонда при зарегистрированных случаях возникновения аномалии. Слова и фонемы передаются объектам в хаотичном порядке. Текст сгенерирован подбором на основе смысла, интонации и прочих факторов. Впрочем, все еще остается сильно искаженным. Курсивом выделены фрагменты с иным произношением или интонацией, но, по мнению машины, подходящие к текущему участку текста. За главным шрифтом отмечены экспрессивно произносимые фразы, с той же громкостью в 25-35 дБ. Блок 1. Снег. Белая кутерьма. Повсюду мухи. Залетают в рот. Метель слепит взгляд. Не знаю ничего, не вижу, где все. Здесь один. Мерцание мои глаза. Глаза я вижу свет. Уберите шум. Не могу терпеть, не слышу. Свои мысли. Где я? Я здесь? Я здесь? Я не могу дышать. Помоги, везде мухи. Мой рот заполнен снегом. В моем горле руки. Где не вижу, меня режут белые струны бесконечные. Бельевые веревки вверх-вниз. Вверх-вниз. Блок номер 2. Куда идти? Там был одинаково бело-черный мир. Если здесь потолок, если здесь пол, мне нужно на работу, вернись. Я не покормил кота. Где же он? Кто будет кормить? Оборотно-сальдовая ведомость, а накладные. Помоги мне. Снег слишком рыхлый. Я не могу стоять. Можно ползти, плыть. Он не лепится. Где свет? Здесь бывает ночь. Бело-синий-черный мир. Паутина нитей. Отдайте хотя бы кота. Я забыл, как дышать. Живи. Пожалуйста, живи. Блок 3. Я слышу вибрации ими нитей. Бесконечный шум оглушил навсегда. Что-то такое. Я здесь не один. Убежал. Белый человек из помех. Ты куда вернись? Я не могу кричать. Блок номер 4. Опять тьма. Между струн. Там кто-то есть. Слишком плотно. Разогнуть так? Прути-решетки. Смогу и без рук. Лишь заглянуть одним глазком. Я совсем рядом. Дошел до границы. Лишь один глаз. Кто ты? Я чувствую тебя. Я вижу. Вытащи меня. Это мой кот? Не пугайся. Разбуди хозяина. Кот, помоги. Разбуди хозяина. Мой кот. Полный рот мух и снега. Помоги мне. Почему мне кажется, что мы знакомы? Мой глаз. Ты мог его выбить. Не бросай меня. Я тебя не вижу. Не оставляй одного. И вот ты. Я тебе ничего. Не переключай. Блок номер 5. Теперь я. Я теперь вижу лучше. Не могу оттянуть струны сильнее. Хватит мерцать. Это я. Почему он там? А я здесь. Что за светящиеся коробки вокруг? Я не могу говорить. Попробуй посмотреть пониже. Там губы должны быть. Почитай по ним. Бесконечно. Блюю мухами. Не смотри на меня просто так. Разбей стену. Я же знаю, что ты видишь. Помоги. Что ты там пишешь? Выбраться. Мои глаза. Оставь хотя бы один. Я знаю. Ты хочешь себя убить. Ну куда же мне теперь идти? Оставь кнопку. Оставь голову та машиня просто так. Продолжение следует...